Всем привет! Вы на канале ДаблТоп, меня зовут Гнат и у нас сегодня рубрика А что делать в репте сейчас? Погнали! Ну что, ребят, без лишней воды, как обычно, попрошу лайк и сразу начинаю. Смотрите, ситуация какая? У нас прошел сентябрь, я вот буду как-то такой отчет за сентябрь делать, потому что в сентябрь мы входили, вообще все лето ждали сентября как нечто особенное, типа вот сейчас придет сентябрь и мы все дружим вместе разбогатеем, потому что еще забыл ран, вот тот самый и все дела, но буквально 5 сентября уже были настолько панические настроения на рынке, я не знаю, может вы не помните, но буквально за месяц это все произошло, если сейчас мы уже за тыдыханием ждем все-таки булран, то буквально 5 числа, 5 сентября люди чуть ли не по 1800 долларов ждали эфир и вообще уже и биткоин, 47 тысяч у них должен был почему-то идти, хотя я лично говорил, что вряд ли мы будем выпадать из вот этого вот коридора, вниз во всяком случае, да, мы входим в диапазоне 50, ну 50 тысяч-70, долго уже достаточно в него входим, я думаю, что выпадем, выпадем, непосредственно в октябре, но об этом, надеюсь, что вы были вверх, самое главное, куда мы выпадем, на самом деле, увидев вот эту всю общую панику, я, мне так получилось, если кто не знает, я продал квартиру, надеюсь, посмотрели это видео, получил на руки 271 тысячу тезера и купил на них эфира, там еще врапнул, врапнул его, закинул, фармится в лайда, кошелек, собственно, публичный, мы его требуем иногда смотреть с вами, сейчас 326 тысяч, вот, собственно, врапнуто эфир на 326 тысяч долларов, то я, получается, скидочку отбил, которую вытраховал у меня покупатель и уже и комиссию риэлтора, неплохо. Вообще, крипта в те моменты, когда она растет, она, конечно, безумно радует, вообще, две раз скажу, что большая вероятность, что она будет расти на протяжении этого года и следующего, так что не пропустите свой шанс и воспринимайте это не только как развлекательный контент, а какой-то образовательный. В очередной раз я напоминаю, что работы очень сильно много для того, чтобы вы тоже закупали крипту и тоже изменяли свою жизнь. Собственно говоря, что надо еще сказать? Ну, во-первых, по, там, не знаю, по макро, скажем так, у нас тоже многое поменялось, несмотря на то, что Камела и Трамп всего 50 на 50, но у нас уже инфляция упала очень сильно, ставка, тут, типа, как бы, все классно выглядит, плюс сейчас еще вообще Джером Пауэлл выступал, и он сказал, что у нас впереди будет два понижения по 0,25, тут можете посмотреть, собственно говоря, вот здесь в последний Федеральд Монитор, как раз показывает нам о том, что, ну, плюс-минус у нас все по плану идет, софт лейнер, так называемый, два понижения по 0,5, хотя вот здесь почему-то форкастят, что в декабре, значит, будет второе понижение на 0,25, но это вопрос открытый, в общем, будем смотреть уже, я думаю, что просто к декабрю у нас еще инфляция, покажут, что она уже не ниже двух, и на этом фоне скажут, что надо быстрее понижать ставку, вообще, если честно, я послушал уже заявление Джерома Пауэлла, и вот его вообще речь, то, как он поставлен, выглядит так, что у нас на самом деле за нос водят, типа, там уже на бэкэнде уже пожар, а нам, типа, на фронте говорят, да ну все нормально, а тем временем тут просто люди ходят с ведрами, тушат тот пожар, и вот сейчас, типа, понижения вот такие резкие, ну, как в любом случае, это уже здорово, опять же, напоминаю, что ставка понижилась, мне уже прислала машина, сообщение БМВ, что можно сделать рефинансирование, у меня ставка с 9% упадет до 7%, то есть я не понимаю, что они фронт радят, что знаю, что впереди будет еще понижение, и, ну, непосредственно получают таких вот клиентов, то есть с точки зрения экономически сейчас выглядит все, блин, прям супер позитивно, вот я сколько ни смотрел всю эту ситуацию, потому что до выборов у нас все будет окей, я всегда думаю, что до выборов дотянут, 7 или 5, 5 ноября уже совсем скоро, так что вот октябрь я как бы ожидаю бычи и по фонде, да, то есть я не жду, по крайней мере, черных лебедей каких-то, так что, возможно, что будет какой-то нюансик неприятный, но пока, я думаю, октябрь протянем, напоминаю, что я ставлю такие краткосрочные цели. По битку, ну, опять же, биток у нас входит в этом коридоре, тоже достаточно забавный момент, когда я в начале месяца сказал, в скване или на стриме, типа, благоприятный сценарий, вот, тут достаточно забавно было, что мы вот здесь начали месяц, и мы прям 52 упали, и я вот прямо вот здесь где-то, я такой говорю, ребята, у нас все еще и может быть хороший сценарий, когда биток по чуть-чуть отрастает, и мы где-то в районе 67-65 тысяч в конце месяца, что, собственно, сейчас и случилось, ладно, сейчас случился откат, ну, вчера буквально было все ок, параллельно подтягивается альта, альта у нас вообще очень сильно себя ведет, и вот если посмотреть, тут на тот же Суи, да, я думаю, что все в курсе, тут Суи что-то не хаи бьет, то есть вообще удачно получилось, что у нас и Суи фаворит, который мы до сих пор держим, да, и Сея я еще навесил удачно, тоже увидел, что ТВЛ растет, и вот эти оба L2 протокола, я думаю, что кто обновлял тут страницу, видел, что иногда попадало, что лучше всего перформировано Сея и Суи, на самом деле, действительно, смотрите, одни мемы, Сея и Суи, все, ну, конфлюкс еще как бы, выделяется, больше нечего добавить, это, конечно, феноменально, даже StartNet у нас подрос, но это всегда рынок так растет, я тут, опять же, хочу намекнуть, что не стоит пересиживать сильно в одном направлении, типа L1 или M.M., M.M., AIA, RVA, не знаю, когда очень сильно ваше направление заперформило, вот, например, L1, то, возможно, можем будет и Сея и Суи сейчас забирать деньги, куда-то в другое место перекладывать, если у вас появляется идея вокруг этого, то есть, как бы, лично я так это вижу. Потом, второе, что у нас такое важное должно было быть, Сези вернулся, написал даже твит, вот, он написал, что очень классно иметь возможность есть больше, чем один фрукт в день, человек 4 месяца посидел, а на самом деле Сези легенда, причем легенда, которая, я думаю, что уже, не знаю, как перезатмите его в крипте, потому что в крипте там, в целом, мало лета, а он именно создал такую биржу, от которой все, по сути дела, началось, потому что я лично был тогда, когда Binance вообще появлялся, тогда было Bitfinex, на Bittrexе мы торговали, то есть, Bitbox там был, Kukoin, ну, понятно, что все виды бирж, и потом Binance появился, но действительно много чего сделал, и вот, наверное, как бы, отсидел за идею, ну, опять же, 4 месяца, это так сложно сказать, что это прям какой-то такой большой срок, я, конечно, понимаю, что этого срока сложно, не преуменьшая его заслужу, но, я думаю, что все понимают, что, наверное, он там нормально жил, и тебе очень круто, что он просто, типа, все оправдан, все здорово, Binance супер белый, и Binance, мне кажется, становится в этот момент, ну, типа, уже на такой путь, ну, очень-очень долгосрочного развития. По поводу BNB сезона, вот он не случился, я говорил, что, ну, там, ТВТ еще начали качаться, потому что Launchpool якобы запустили, вот, и мы там в моменте набирали даже Launchpool, ТВТ, я думаю, что Launchpool, который будет первым на ТВТ, Launchpool, и там будет неплохо, посмотрим, но пока не случилось, скажем так, сезона, мы держим еще вот из такого, из Binance-овского, это SimonCat, этот мем, да, новый, кто не знает, мы попали очень удачно в него, где-то вот здесь вот заходили, не бой какой, здесь вот, ну, короче, 3x назад, что называется, по рекапе, по-моему, меньше 190 мы заходили, в этом плане, конечно, красиво получилось, но, на самом деле, больше никаких каких-то объемов больших нету, только Simon, я дожду Simon на Binance, потому что, если он на БСЦ делает самые большие объемы на панкейке, ну, логично, чтобы Binance его залистил себе, там и планируем выходить, я говорю, по суе, можно хоть сейчас, вот, уже брать и сокращать позиции, ну, типа, по 5% резать себе, и вам будет комфортнее, потому что уже миллиард ТВЛ, миллиарду суе ТВЛ, это, конечно, очень круто, по факту он все, на Валанч догнал, вот, все, он сейчас в Валанч перегоняет, и входит в топ-7 блокчейн, и при том, что, ну, ребята, это все L2, а тут суе, ну, как 1,5-я Соланы получается, но он и по капе уже очень сильно вырос, то есть, надо сказать, что у суе большие разлоки, большая капа, и вот уже вот топ-26, то есть, и он сейчас еще разлочится, у него там еще на 100 миллионов, по-моему, разлочится, вот, то есть, ну, короче, уже Litecoin обходяет, то есть, в этом плане тоже, надо напоминать, что не засиживаться, потому что мы засиживались и в суе, и до этого тоже, мы, типа, думали, вот, там, 3 доллара, 10 и так далее, сейчас он, как бы, на перезаход пошел, уже раунд-трип, и, как бы, не так давно он был 50 центов, и если бы мне когда 50 центов в суе сказал, поверишь, что он будет через 2 недели 1.8 доллара, будешь выходить, я скажу нет, это было бы странно, при том, что даже, там, какие бы там приложения не выходили, у них, там, приставка должна выйти, да, в начале года, 25-го, но это, может, все, ну, как бы, не имеет такого выхлопа, поэтому лучше, если есть возможность, фиксировать, потому что, опять же, у нас есть неопределенность по Израилю, Ливану, Хазбалею, вот эти все вопросы, там, Иран, как бы, по идее, может любой силу проявить, а мы помним, что 11 апреля, именно в тот момент, когда началась вот эта вся проблема, альта почему-то укаталась, я лично считаю, что это совпадение, или просто нас так дурили, не считаю, что, как бы, цена Юни-Свапа должна, как-то, ну, триггериться на то, что ракеты где-то летят, я понимаю, что это плохо, ну, на Юни-Свап это никак не должно влиять, поэтому этот вопрос открыт, но, в целом, конечно, чувствуется то, что даже сейчас вот какой-то легенький откат, альтени странно, ну, не страшно, более того, суй вообще сейчас, вот, прямо сейчас, идет на перехай, при том, что у них тут разлоки, ну, тут, конечно, картина такая, маслом, да, вот так вот смотришь, потому что, кто скажет, мы это уже проходили, да, вот, типа, вот 0.46 до 1.83, и смешно, но вот это было все вот-вот-вот здесь, вот, ну, здесь 0.43 я купил, и вот до 2 долларов досидел, и потом обратно, так что я здесь планирую все-таки, ну, я, вернее, как, я половину зафиксил, но я тут тоже планирую чуть-чуть подфиксировать, потому что я считаю, что сложно мне представить, что усует на такой обсайш, что он в топ-20, да нет, так проблема даже не в этом, топ-20, пожалуйста, бери, заходи, это просто будет, типа, 2.20 цена, а потом куда, куда потом ты должен заходить, в топ-15, чтобы еще 2x сделать, там до 5 долларов, поэтому у меня, по суе, все-таки много вопросов, в точке зрения, мы не перекуплены сейчас, ну, и ETF, все-таки надо было ETF начинать с этого как-то, я ушел уже немножко в альту, по ETF, ребята, просто невероятно жестко, и набрали в пятницу, 27 сентября, и до 26, просто, на самом деле, взяли чуть ли не на миллиард, нет, на миллиард, за 3 дня набрали миллиард, это вообще колоссальная сумма, я говорю, они тут продолжают набирать от общей капы просто себе монеты в мешочек, и вот в этом плане, потому что я говорил, что видно, что есть интерес, а когда они себе больше его возьмут, это лишь вопрос времени, потому что они даже были попробовать, что-то купить, что-то продать, какие-то, говорит, скейл выходит, то есть это такой, вся история, она началась, если что, в январе, в январе уже можно торговать битком, битком, ETF, просто вот уже мы идем, уже, блин, уже 9 месяцев, по сути дела, да и возможности не стало торговать, но вот сейчас мы видим, что они, баб, за 3 дня до 1 миллиард зашли, при том, что у них там, понятно, в 8-20, они ярдов зашли, но это за 3 дня, и такие вещи будут происходить, они сейчас не происходят с эфиром, то есть надо посмотреть, что с эфиром, а вообще этого нету, то есть вот по эфиру проблемы, по эфиру мы, типа, радуемся, что у нас плюс 50 миллионов, ну, тоже такое себе, чему-то радоваться 50 миллионов, ну и 50, но, вот это, я считаю, что вот это все может измениться, потому что, опять же, тут были одни 0,00, тут уже по 50, сейчас они по 50 будут месяц брать, а потом по 100, а потом по 200, ну, то есть, как бы, вот тут цифры очень быстро могут поменяться, так что здесь тоже не стоит, тут общий интерес, кажется, можно отслеживать, но мы должны понимать, что такие новости, как ETF, это долгоиграющие вещи, которые, как бы, на рынок, ну, только в долгую могут повлиять, поэтому, просто здесь, хорошо, окей, ну, не надо думать, что вот, если сейчас взяли миллиард, а то оно завтра порастет, биток уже 60 тысяч, черт знает, сколько, все лето, и берут все лето, то есть, пока, значит, не набрали, но, я думаю, что вопрос времени, когда мы все-таки прорвемся и поедем, я думаю, что у никого такого вопроса не возникает, единственный момент, конечно, вы можете сказать, Гнат, а почему так, что все у нас свой консенсус, что все знают, что сейчас все богатеть, есть момент интересный, в 2020 году, в сентябре, у меня вообще в инстаграме было видео, я, опять же, я даже, мне кажется, выкладывал, где я орал на подписчиков, чтобы они заходили в фрипту, когда биткоин прибил 200 бак, 12 тысяч, а эфир 330 долларов, первый раз пробил нас с 17-го года, стопа, и я сказал, что все, мы уже все понимали, что будет нестись в сентябре, ну, и к тому, что в итоге мы поехали, вот все все понимали, и мы все равно поехали, чтобы вы не думали о том, что знат, надо еще кого-то вытрусить, вот это очень хороший пример, я прям доволен, что вот такой, нашли твит такой, где, когда уже, типа, все такие, вот, и люди рядом говорили, да нет, ничего не будет, октябрь не было, ноябрь не было, ну, потом уже, получается, случился там перехай, прям 30-го декабря, конец 2020 года, ну, и мы полетели, а тут то же самое, да, сейчас консенсус о том, что, а что, а почему все уверены, что будет булран, ну, вот сейчас такой момент, бывает в рынке, мне кажется, не очень сложно, что-то определить, кстати, возвращаясь с бинансовой, хотел сказать, что вот они запустили, забыл вам показать, что они запустили Адаграфан, но ни хрена тут не стрельнуло, запускается сотни тысяч мемов, десятки стоит, с какой скоростью, но это все пока не очень выглядит в баге, какие-то пульсы, то есть, ну, тут, короче, не зацепиться, ликвидность сюда, что-то пока не зашла так плотненько, кстати, из интересного, еще там же выплаты по FTX, вроде 30-го сентября начинаются выплаты, мелкие суммы будут до конца этого года, роза, да, да, уже в 25-м будут большие суммы роза, 16 миллиардов долларов, вопрос, конечно, пойдет ли оно в крипту, как это, ну, это в любом случае ликвидность, в любом случае 16 миллиардов ликвидности, даже то, что сейчас в Китае, для тех, кто не в курсе, в Китае сейчас пошло стимулирование там бедных слов населения, всяких социалок, тоже пошли бабками заливать, чтобы, ну, каждый раз, когда в какой-то стране кризис, надо напечатать денег, раздать там, где проблемы, чтобы эти проблемы, ну, вы поняли, не взорвались, это одновремя помогает с ситуацией и пампит рынок, и вот сейчас, мне кажется, у нас тоже должно сейчас все пропампиться, вопрос времени, когда и как сильно, но я говорю, я руку на пульсу держу, с кресла не встаю, работаем, я здесь вы тоже, подпишитесь на канал, следите за всеми новостями, вообще на наши соцсети, потому что я много где транслирую все, все, и пишем годный контент, напоминаю, что, мне кажется, прямо сейчас может появиться какой-то гем, может, я даже не видел, так что пишите в комментах, все, спасибо, всем пока.